Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Устраивайтесь поудобнее, даже если на несколько минут, потому что нам важно, чтобы ничто нас сейчас не отвлекало, чтобы нам быть сосредоточенными на главном в этом дне, потому что Господь дает нам на пути очень много разных обстоятельств, но на старте дня к ним готовит. Или, по крайней мере, Он готов это сделать с нами и хочет это сделать с нами, когда мы уделяем Ему время, даже немного. По час одной минуты, проведенной вместе с Богом, достаточно, чтобы день получил новое направление и получил тот ракурс небес, который мы сами не сможем поймать, уловить. А нам важно получить его с небесного престола. Поэтому Саул, он уже находится под пристальным вниманием небес. Несмотря на то, что это не пророк, по сути, но он уже начал пророчествовать, и мы с вами говорили о возможности пророчествовать каждого человека в свою жизнь. То есть это слова, которые Бог предлагает нам произносить. Например, слова благословения, которые вы можете сказать в адрес себя, в адрес своего мужа или жены, в адрес своих детей и сказать в адрес сотрудников то, что будет на самом деле их направлять, вдохновлять и защищать. Если же вы не считаете важным слова, то тогда будут выходить из ваших уст слова, наполненные разными чувствами, исходя из фактов, которые видят ваши глаза. А значит, в общем-то, можно наломать дров и думать, что другие в этом виноваты. Если вы начальник, если вы родитель, если вы учитель, если вы занимаете позицию, и под вами есть хотя бы несколько человек или даже один, то ваше влияние уже больше, чем вы думаете. И слова имеют больший вес, чем вы им предавали. Поэтому я хочу, чтобы мы каждый день меняли свое отношение к словам в пользу веса. Чтобы у нас не выходили легкие слова и множество слов, которые могут нас разрушать, а не созидать. И не только нас, как я уже сказал, и окружающих нас людей. Поэтому, говоря о силе слова, говоря о возможностях взаимоотношений, мы продолжаем двигаться. Саул пошел на высоту, но на пути у него встречается его дядя. И сказал Саул дяде своему, и сказал дяде сначала Саулу, расскажи мне, что сказал вам Самуил. И сказал Саул дяде своему, он объявил нам, что ослицы нашлись. А того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему. Он уже царь, он уже помазан. Но говорит об ослах, потому что ему задают вопрос об ослах. И причем задают кто? Дядя. Тот, который является его родственником, причем старшим родственником. И поэтому он его пытается, так скажем, ввести вот в эту обыденную позицию. Или, по крайней мере, Саул это делает. Он бы мог вывести сейчас разговор на другой уровень, но почему-то не делает. С одной стороны, можно согласиться с такой позицией, что прежде времени не стоит говорить и вкладывать в уста людей слова, которые быстро разнесутся, как сарафанное радио. А лучше, чтобы это сделал сам Бог. Если это так, то тогда мы можем с Саулом согласиться. Если же нет, то тогда надо просто задавать Богу вопрос. Господь, а что мне с этой информацией делать? Не торопись передавать информацию важную без Божьей коррекции, без Божьего направления. Но тогда, если Господь тебе уже вложил что-то в уста и говорит, не молчи, вот тут на самом деле не молчи. Потому как есть слова, которые могут человеку спасти жизнь, как здесь, так и в вечности. Предостеречь от чего-то. То, что ты знаешь, за что ты уже заплатил цену, как за опыт, как может быть за какие-то ориентиры, которые ты заметил, а другой нет, скажи другому. И тем самым ты сослужишь добрую службу и себе, и другому человеку. По крайней мере, все, что мы делаем, это посев для нашего грядущего времени. Поэтому и слова, и чувства, и отношения. Друзья, мы сеем. Закон сеяния и жатвы не просто никто не отменял. А многие люди не знают, что он работает во всех сферах нашей жизни. Это не только на поле, что мы сеем. Это не только финансы, которые мы вкладываем куда-то и ожидаем оборот. Это не только слова, которые мы сеем. Это наши чувства, это наши отношения, это наша позиция. И поэтому я хочу благословить и себя, и вас на способность этот закон познавать в практике, конечно же, на позитивный урожай. А значит, сейте то, что хотите пожинать завтра. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем благословлять друг друга посевом на Твоем поле, посевом семян небесного происхождения. И пусть в нас чувствования Христа рождаются. Пусть в нас помазание Твое будет учить и направлять. И я благодарю Тебя, что мы сможем различать, что, кому, когда говорить, а когда не говорить. И благослови нас говорить слово вовремя, и говорить его со властью, говорить его в позитиве, открывая возможности неба над сознаниями, сердцами людей. Я благодарю Тебя, Боже, что небеса, они не просто проливаются дождем, они открыты над людьми, которые волнуют небо. Помоги нам быть в этом числе во все дни нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.